Музыка Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях артисты цирка «Шапито» Алле, муж и жена Алла и Юрий Лемешко. Здравствуйте. 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 Расскажите, когда вы приехали, с какой программой, в чем она будет заключаться? Мы приехали 30 сентября и будем работать до 16 октября включительно. Каждые выходные – пятница, суббота и воскресенье. В пятницу – представление в 18 часов, в субботу в 13 и 17 часов и в воскресенье в 17 часов состоится представление. Программа у нас разнообразная, рассчитана на все категории зрителя. У нас очень много шикарных номеров, много красивых животных. Вот мы немножко часть перенесли вам в студию показать. Наш молодой кенгуру Джек, который только-только начинает свою цирковую карьеру, потихонечку вливается в наш коллектив, в нашу жизнь. Он еще очень-очень молодой. И вот наша игуанка Игорек. Он у нас фотомодель. С ним детки фотографируются, его гладят, любят его. Он абсолютно безопасен. Ходит, мы его даем деткам гладить всех. И вот так звезда он у нас. С кенгуру как? Посложнее? Он вырастет еще больше наверняка, да? Ну, чуть-чуть он вырастет совсем. Буквально, может быть, сантиметров на 20. Это карликовые кенгуру в Алабе. Они не растут большие, как обычные рыжие кенгуру. Сходство есть, но чуть-чуть он маленький. Они в горах обитают, в Австралии в горах. А что он умеет? Уже что-то умеет у нас? Он у нас немножко уже прыгает через скакалку. Участвует в репризе у клоунов. И прыгает по барьеру, учится, общается со зрителем. Они немножко пугливые. У них характер схожий с кроликами. И они пугливые очень. И к ним нужен очень осторожный, аккуратный подход, чтобы не сбить его с его намеченного пути. Но привыкают, да? Привыкают, да. Какие у вас еще есть животные? Что они умеют делать? Вот может быть, один номер, другой назовите? У нас есть дрессированные яки. Шикарные, большие животные, которые прыгают через огонь, становятся науф, танцуют вальс. То есть животные шикарные на самом деле. И аравийские верблюды. У нас три верблюда. У них отдельный номер. Очень красивые девочки, послушные, красивые, большие. И чуть-чуть помельче животные. Это кошечки, собачки. Тоже в одном аттракционе работают. Очень яркий, зажигательный номер. Дикобраз шикарнейшая просто. Масяня, она не кусается. Тоже ее можно погладить по носику. Неоднократно ее гладим. Ну, такая теплая атмосфера, без львов, без агрессии, без всякой. Да, да, да. У нас мы более... Открыты как-то, наверное. Да, к общению с людьми, чтобы детки знали, как животные живут. У нас не было ни одного отрицательного отзыва о наших животных. Говорят, что все наши животные ухоженные, красивые, не худые, воспитанные. И не пахнут плохо, а пахнут очень хорошо. То есть, ни один город... Мы вот сейчас приехали к вам из города Тольятти, и стояли там три недели, и прошли на полных аншлагах. То есть, и люди еще писали и в интернете, и вы лично нам в сообщениях, что оставайтесь или приезжайте еще к нам, мы рады вас видеть. Ну, и от рязанцев мы тоже слышим только положительные отзывы. То есть, ну, люди открыты тоже к общению, им нравится все. Они еще, еще, еще хотят прийти к нам на представление. Дети пишут ВКонтакте, в личных сообщениях. Ну, у нас есть группы, в группах пишут только положительные отзывы, фотографии. То, что они посетили наше представление, и какие у них положительные эмоции, восхищение, полные глаза. То есть, непередаваемые благодарности. Столько, что не хватает все это выслушать, времени просто. А как вы сами пришли к такой профессии? Это, может быть, по наследству? Или вы сами решили? Ну, это не по наследству. В детстве ездила в детский лагерь отдыхать, и к нам приехала на летние сборы, ну, будем сказать так, труппа детская. Они там тоже показывали какие-то номера, разминались, занимались все вместе, все. И вот мне понравилось. Мне было 6 лет. Вот, и мне очень понравилось. И в сентябре месяце 89-го года мама меня отвела, меня и мою сестру в цирковую студию. То есть, вместе со школой вы так и обучались, да? Да, да, да. Вот 26 лет подряд уже. И сейчас вы чем конкретно занимаетесь? Сейчас я уже ведущая программы. Вот. Уступаю дорогу молодым, открытым талантам, чтобы двигаться дальше. Вот. И вот. Скажите, а для деток есть какие-то специальные, может быть, номера, какой-то контакт с животными? Или это больше клоуны? Вот как это выглядит? С детками, конечно, больше всего контактируют клоуны, естественно. Но у нас клоуны контактируют не только с детками, но и со взрослыми. И у нас программа вся рассчитана на всех категорий зрителей. То есть, интересно, как и взрослым, так и детям. Очень много отзывов слышим, что ребенок первый раз в цирке, и он отсидел всю программу. То есть, он не запросился домой, он не заплакал, он не испугался клоунов, он не испугался громкой музыки. То есть, для детей это не страшно. У нас программа рассчитана, чтобы зритель восхищался, а не уходил в панике от нас. С детками участвуют практически все. Фотографируются с животными, с детками. А вот к чему они больше проявляют интерес дети? Может быть, какие-то животные им больше всего нравятся? Внимание, конечно, привлекают всегда верблюды. Верблюды? Верблюды. А на них кто-то перемещается, ездит сверху? Или они сами посидят? Они сами у нас в свободном. Что они умеют делать? Они много трюков делают, там целый номер. Они и вальс крутят, и веером ходят. А на задних ногах не ходят, они не умеют? На передних ходят. На передних ходят? На передних ходят. Они становятся на коленке и передвигаются по манежу. Но это нужно все воочию увидеть. Так не расскажешь, не передать словами той эйфории, тех эмоций, которые передают даже животные. Вот эта вся атмосфера цирковая, она завораживающая. Как вообще заряжаетесь для дальнейших своих передвижений по другим городам? Откуда у вас настроение? У нас настроение появляется, когда люди нам пишут отзывы, они приходят, они говорят нам спасибо, они привозят нам торты домой, они нам цветы под дверь приносят. То есть вот эта зрительская любовь, она заряжает именно. Без нее уже не мыслишь в своей жизни. Ты выходишь в манеж и эйфория просто вот от того, что ты делаешь для людей, от того, что ты видишь восхищение во взгляде, вот это вот заряжает энергией, дает тебе силы для дальнейшей работы. И никогда от этого невозможно устать и без этого уже невозможно жить просто-напросто. А крокодилы у вас есть? Нет, крокодилов нет. Я их сама боюсь, поэтому крокодилов нет. И змеи тоже, с ними тоже можно фотографироваться? Змеи, да, у нас тигровые питоны, с ними можно фотографироваться, они тоже абсолютно безопасные. Он меня укусил. Он попробовал, он попробовал, что это такое, ему интересно, все, он маленький. Я не против. Ему все интересно, он все пробует, он все обнюхивает, он такой любопытный у нас товарищ. Скажите, где вы дислоцируетесь, где вы находитесь, чтобы вас можно было найти и посетить ваше чудное представление? Наш цирк расположен возле торгового центра «Круиз» на парковке, Солочинское шоссе, дом 11, вот прямо напротив Макдональдса. Практически в центре города. Да, да, да. Туда ходит общественный транспорт, а также у кого есть машина, там огромнейшая парковка. Расположение удобное, со всех сторон нас видно, везде нас можно найти, и в газетах, и на радио, и вот уже на телевидении, и в интернете, группы ВКонтакте, группы в Одноклассниках. И вот и нас вообще просто, в принципе, артистов можно там же найти в интернете. Еще раз, до какого числа вы будете? Мы работаем до 16 октября включительно. Представление у нас проходит в пятницу, в субботу и в воскресенье. В пятницу в 18 часов, в субботу в 13 и в 17 часов, и в воскресенье в 17 часов. Представление длится 2,5 часа. У нас есть антракт, в котором можно отдохнуть, подышать свежим воздухом, сфотографироваться с нашими дрессированными животными, приобрести цирковые сувениры, также всеми любимую сладкую вату. Сладкую вату, хотел спросить. Попкорн обязательно. Как же цирк без сладкой ваты и попкорна? Это основной аромат в цирке. Вот как запах лошадей, так и запах попкорна и сахарной ваты, это обязательно присутствует в нашем цирке. Я рада была с вами познакомиться с этими замечательными животными. Желаю вам успехов, и чтобы побольше публики было, хорошего вам настроения, энергии, заряда, бодрости. Спасибо большое, нам это понадобится. Спасибо, что пришли. До свидания. Всего доброго. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова